ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА А если шутка, то сколько в ней правды? И вообще, что делать тем, кому не смешно? Но главное, нам бы понять, а смеются или нет наши правители, спикер, премьер и все его министры. Словом, вопросов много. И разбираться с ними мы будем в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Часть первая. Политика. И я с удовольствием представляю моих гостей, тех людей, которые сегодня добрались до Полюса и будут помогать мне освещать эту непростую тему, прям скажем. Ну, прежде всего, это советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас политический комментатор, политолог Корнелию Чуря. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня у нас Корнелию Пынтя, вице-председатель партии народного единства, партии, в которой лидером является господин Шалару. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, с минуты на минуту мы ждем экс-главу Сиба, анатолого Плугару, который вот сказал, что он едет, вот буквально-буквально должен к нам подойти в студию. Ну, я думаю, что мы и без него можем начать. Тем более, что вот первый вопрос, он достаточно такого, наверное, я не знаю, может, человеческого, я бы даже сказала, свойства. Вот, господин Пынтя, вы когда узнали такую новость, да, о том, что вот есть такое село, такая коммуна, да, которые вот приняли такую декларацию, вот о чем вы прежде всего подумали? Какие мысли вот у вас в голове принеслись? Ну, я вам скажу, что, во-первых, это очень хорошая инициатива. Мы приветствуем эту инициативу, тем более, что это инициатива местных советников, примарей данных сел, то есть это инициатива людей, которые были избраны жителями, населением данных сел. Более того, мы поддерживаем эту инициативу и призываем и остальные села, районы, города сделать примерно так же, то есть примкнуть к этой инициативе. Я просто уверен, что последует цепная реакция. Сегодня уже в Неспаренском районе, в совете Неспаренского района и в городском совете города Неспарен советники от партии Народного единства зарегистрировали такую же инициативу. Она будет на повестке дня Неспаренского городского совета и Неспаренского районного совета. То есть вы испытали радость по-человечески, я правильно вас понимаю? Хочу сказать, что это не просто политическое заявление. Если хотите, это зов души. Обычно говорят зов предков и крик души. Крик души, зов души. То есть это зов наконец-то восстановить историческую справедливость. Потому что на сегодняшний день Румыния и Молдова единственные два государства, которые до сих пор живут согласно пакту Риббентропа-Молотова. То есть согласно договору между двумя преступниками Сталином и Гитлером, которых уже давно нет среди нас. Но мы до сих пор живем по их правилам. И до сих пор румынский народ живет в двух разных государствах. То есть если я вас правильно понимаю, вы обрадовались, когда услышали о том, что вот есть такое село, и первое чувство, которое вас посетило, это радость. Мы приветствуем эту инициативу. Поняла, поняла. Господин Лебединский, а вы? Я хочу напомнить, что неделю назад первые действия были предприняты районным председателем Еловен. Соответственно, на который счет я сделал лично запрос в СИП Республики Молдова. Он потребовал, соответственно, принять меры и расследовать эти действия. Было ожидаемо, что и другие местные избранники попробуют сделать то же самое. Мы понимаем, что мы сейчас находимся в преддверии парламентских выборах. Соответственно, ввиду того, что у нас часть избранников будут территориальны, то есть на основе одномандатных округов, естественно, что некие политические партии пытаются как-то взбудражить свой электорат. Но мы должны понимать, что эти действия, они не должны идти в противоречие с Конституцией Республики Молдова в первую очередь. То есть первая мысль, которая вас посетила, это незаконно? Это неконституционно. Если говорим конкретно, мы должны взять во внимание статью 41, часть 4 Конституции Республики Молдова, которая гласит, что любая партия, которая ставит себе как задачу нарушение целостности Республики Молдова, является неконституционной. Любое уважающее себя государство не допустит никаких действий, которые имеют в качестве главной цели устранение идентичности и целостности своего государства. Соответственно, мы будем реагировать на все эти случаи, будь то это один отдельный случай, будь то это массовые действия. То же самое будет предпринято с любыми избранниками, будь то мы говорим о сельских или о районах советников, либо председателей района. Мы не можем радоваться таким действиям, когда граждане Республики Молдова не хотят иметь свою собственную страну и борются для того, чтобы стереть лица земли, то государство, в котором они в принципе и живут. Поняла. Господин Чурев, вы о чем подумали? Вот вы такой опытный политолог и вдруг слышите такую новость. Какие мысли вас посетили? Ну, конечно же, в начале была определенная неожиданность, хотя должен признать, что обдумав, мне показалось, это интересный ход. Я нисколько не считаю, что это спонтанные действия определенных сел. Это, конечно же, политическая, ну скажем так, программа действий, которая намечается на нынешний год. Уже был сказан электоральный контекст. И в этом смысле это неплохое такое вступление. Конечно же, было немножко и смешно, и вы уже сехидничали на эту тему, когда читали сам текст. Я бы сказала, что я сказала с сарказмом. Сехидничали мне не очень нравится. Была ирония, и я полностью с вами согласен. Во-первых, я видел саму форму этого заявления, то есть эти буквы, которые... Старинный шрифт. Да, старинный шрифт. Зов предков на самом деле. Хотя тут историки могут поспорить, чей был этот зов. Зов Штефана Челмари, как представителя какого тренда? Унионизма, молдавинизма и так далее. Но как политолог меня заинтересовало вот это выражение «право народов». Оно несколько непонятно. Там было видно, что кто-то хорошо подумал, прежде чем написал это выражение. Потому что юристы могут сказать, что есть право народов на самоопределение. Но это не подразумевается. Какое другое право народов имеется в виду? И, конечно же, тут спрашивается, в какой степени определенное село-коммуна, местные советники могут выражать право народа. А вот у меня, знаете, в продолжении вашего вопроса еще от имени жителей Восточной Молдовы. Вот так. То есть не от имени жителей нашего села, а от имени жителей Восточной Молдовы. Конечно же, это было все в эти выражения обтекаемо. Они не имеют юридической какой-то строгости. Это более символическое выступление определенных унионистских сил. И это неплохой ход, с моей точки зрения, для проведения избирательной кампании. То есть если к этому относиться строго, исходя из нашего уголовного кодекса, то тогда там и строго из принципов политологии. Я предлагаю с точки зрения Конституции относиться. Не уголовного кодекса, для начала Конституции, да? Конституция должна быть уточнена законами. И вот уголовный кодекс уточняет определенные элементы. Но у нас, унионистские партии, они не находятся вне закона. Поэтому сама инициатива, мне кажется, с символического политической точки зрения интересна. Я не думаю, что последуют какие-то санкционные меры. А думаю, что это некое вступление в избирательную кампанию для партии, о которой идет речь. Ну давайте я вас прошу по-другому, если господин Пенте говорит, что это не политическое действие. Я прошу прощения, мы приветствуем господину Пулгару, который наконец-то к нам присоединился. Если это не политическое действие, давайте все-таки рассмотрим с юридической точки зрения. Эти декларации не были приняты партиями. Эти декларации были приняты местными избранниками. То есть которые являются представителями местного публичного органа. То есть совета, будь то районный, будь то сельский и так далее. Либо городской, неважно. Ихние компетенции регламентируются строго законом по местной публичной власти. Если вы откроете статью компетенции местного совета, вы нигде не увидите такие компетенции. Ни в какой другой специальной норме Республики Молдова вы не увидите такие компетенции. То, что указывает, что это прямое превышение полномочий. Нет, потому что в законе нигде не указано, что муниципальный совет, районный совет, сельский совет, городской имеют право предпринимать и другие действия. Но и не запрещается. Они могут делать то, что им позволено законом. Что будет, если местный совет начнет предпринимать местные законы, к примеру? Да, у нас Гагаузия, который по закону имеет право принимать местные региональные законы, их законы не приравниваются к законам Республики Молдова. Вся практика национальная за 20 с чем-то лет, она будет приравнивать их законы к административным актам, с чем, соответственно, Гагаузия не согласна. Потому что изначально, когда они шли на особый статус, был совсем другой принцип. Но юристы должны уточнить, в какой мере это является каким-то актом, юридическим актом. Это может быть чисто заявление, символическая декларация. Зачем принимать решение? Зачем принимать решение коллективного органа, который принимается определенным числом голосов, которые должны иметь определенную юридическую силу? Вы говорите, что это была запланированная акция, что-то не спонтанное. Я могу вас уверить, что это были абсолютно спонтанные действия. О них мы тоже узнали так же, как и вы. Дело в том, что это просто, знаете как, это крик души. Крик души уже был. Мы уже так квалифицировали, пока вас не было, господин Пулгар. Это воля тех людей, которые они просто таким образом ее выразили. Господин Пулгар, вот скажите, пожалуйста, вы в принципе считаете, что юридически этот документ, он является выверенным? Это не есть нарушение? Я согласен со всеми, что не входит в компетенцию местных органов прерогатива внешней политики. Это относится к государству, к правительству, к парламенту, но не к местным органам. Но суть данной декларации, данного заявления не в том, чтобы, скажем, что-то на базе этого изменить. А для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы сказать, что сегодня, это, наверное, единственный путь, существующий единственный путь, который действительно может дать нам нормальные условия жизни, дать нам сильную экономику, дать нам будущее. Поэтому это то, что сейчас творится в обществе. Это то, о чем говорит сейчас общество. Вы стараетесь юридическими какими-то моментами просто приостановить ихнюю инициативу или каким-то образом люди выразили свою волю. А вот представьте, представьте, я вас перебиваю, потому что сейчас должна передать слово еще господину Пулгару. Вот смотрите, вы говорите, вот в обществе там, да, происходят различные тенденции. Вот соглашусь, вот как вижу, на следующий день, представляете, некоторые села принимут декларацию и объявят себя территорией Украины. А еще некоторые села у нас объявят себя территорией Турции, вот говорит господин Пулгару. А некоторые села объявят себя территорией России. И вот как мы будем жить в такой стране, где у нас будет, знаете, мы кем будем, колонии называться, кем? Я не знаю, почему вы драматизируете, потому что 8 из 10 граждан Республики Молдова являются, их происхождение, этническое происхождение является румынским. Одна треть населения Республики Молдова имеют румынское гражданство. А вы всерьез полагаете, что для очертания границ государства главный признак это этническое, только вот это, вернее, должно приниматься во внимание? Нет, ну насчет 8 из 10, это ваша интерпретация. Это не моя, это данные статистики. По данной, по переписи, сколько у нас румын? Возьмите, проверьте. Я не могу сказать сейчас. Почему, если 8 из 10? Нет, ну это 80 процентов. Они должны жить в разных государствах. Вы говорите 80 процентов в Молдове у нас румыны, это нечто новое, потому что по последней переписи, по-моему, там 20 с чем-то процентов всего лишь. Тут идет интерпретация того, вот эти почти 80 процентов, они кем являются? Партия национального единства считается, что они все румыны, но 70 с чем-то из процентов считают... Причем не важно, что они сами считают, правда? Главное, как кем их считает партия национального единства. Соглашусь, господин Плугару, мы обсуждаем ситуацию с селами, которые объявили себя территорией Румынии. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно ваше мнение, как человека, который возглавлял СИП. Вы увидели в этом некое нарушение закона, конституции, может быть еще какого-нибудь права? Вот как вы это можете прокомментировать? Я в этом увидел прежде всего еще одно доказательство, наглядное свидетельство того, что если хочешь красивую мечту разрушить, то ее надо поручить идиотам. Результат будет гарантирован. И что самое печальное, с другой стороны даже возмутительно во всей этой истории, то, что на протяжении последних 20-30 лет именно этим характеризовалась вся эта так называемая унионистская политика. За исключением, пожалуй, периода, когда это унионистское движение возглавлялось юным Юрием Рожко, все остальные десятилетия именно этим и характеризовались. Ну, это что касается неправовых аргументов, на которые один из усталов, господин Пынде, сказал. Что касается юридической стороны, то я не знаю, о чем вы говорили за те 2-3 минуты, во время которых я отсутствовал. Ну, что мне с моей точки зрения не надо, я догадался. Догадались? Ну, тогда отвечайте, пожалуйста. С моей точки зрения надо немедленно разогнать и объявить там выборы. Эти люди явно превысили свои полномочия. Эти люди явно злоупотребили своими полномочиями. Эти люди самоуправством занимаются. Есть порядок, если даже такое настроение существует, а такое настроение существует, и к нему, кстати, надо уважительно относиться, то это происходит и проявляться, и осуществляться должно каким-то другим образом. Они что, собрали сход села? Они что, вынесли этот вопрос на обсуждение граждан? От чьего имени они выступают? Эй, ребята, вы кто такие? У вас есть такое мнение, такое соображение? Ну, идите, обсудите дома с женой, с бабушкой, с дедушкой. Говорите на рынке, но вы государственные люди. Какие решения? Это явно противозаконное, противоконституционное решение. Если закончить, надо, повторяю, немедленно разогнать, и там объявить выбор. Поняла. То есть, если бы такой запрос попал в ваши руки, а такой запрос есть, я понимаю, в отношении этих сел, в том числе и господин Лебединский его отправлял, вы бы ответили таким образом, что имеется нарушение, да? Когда вы сказали, мои руки, вы имели в виду безопасность. Естественно. Нет, это прежде всего не компетенция органов безопасности в первую очередь. Это компетенция власти. Не КГБ, не МНБ, не СИБ объявляет выборы и так далее. Это правительство должно делать. Должно высказаться абсолютно четко. Господин Лебединский, слышите, вам говорят, может быть, вы не по тому адресу обращаетесь. Секуритация безопасна. Нет, им надо, нет. Я не скажу, что им не надо говорить. Они как раз должны это предотвратить, они должны обеспечить информационное обслуживание высших должностных лиц. Они предотвратить должны, они должны информировать. В секуритате СИБ не имеет полномочий, значит, гнать и арестовать просто так. Кстати, у него и следственных полномочий-то уже давно нет. Поэтому это дело правительства. Господин Лебединский, как вам объяснение? Я хочу заметить, что в соответствии с законом о национальной безопасности, закон 618 от 1995 года, в четвертой статье, части 2, гласит, что любые действия, предпринятые путем виленца, если можно я дам текст на молдавском языке, перикол десюбит, пентру секуритете, статлу президента, акционные дриптати, спрескимбаря преуваленца о режиме конституционал, субинаре, сау, супримаря суверенитетей, индепенденцией и интегритетей территориальной от церей. Что это значит? Что любые действия, которые имеют конечную точку, либо целостность государства, либо конституционный режим Республики Молдова, то есть ее ликвидация, они являются высшей степенью, которая угрожает... Но ликвидация через применение насилия. Ну, а стоисти у на Димфор. Нет, здесь два замечания. Просто закончили? Нет, не закончили. Даже в поддержку того, что вы говорите. Мы должны понять, что и партия, которая представляет господин Пенте, и другие университетские движения, неоднократно говорили, что год 2018, он будет годом Великого Румыния. И они предпринят абсолютно все действия для того, чтобы воссоединить Республику Молдова с Республикой Румыния. Тогда о чем мы говорим, что это какие-то спонтанные движения? И как можно говорить о том, что это не было предумышлено, и это не имеет целью ликвидацию Республики Молдова как государство? Как мы можем говорить о том, что это свобода высказывания, когда в Румынии за те же действия и такой партию бы ликвидировали, и этих людей, соответственно, бы закрыли точно на определенный срок, а если у них было бы двойное гражданство, то их бы еще и лишили румынского гражданства за такие действия. Как мы можем говорить, что это нормально, что это демократично, когда в страну, которую нас хотят соединить, такие действия не позволены. И за такие действия можно сесть на очень долгий срок. — Поняла. Господин Пугар, вы хотели что-то добавить? — Да, в общем-то, из моего выступления был сделан вывод, что я говорю, что это к безопасности не имеет отношение. Это категорически не так. Это как раз компетенция органов безопасности. Я говорю о формах, я об отношениях, я говорю об оперативной работе, я говорю, что следственных полномочий у них нет, я говорю о том, что политических, административных полномочий у СИБа нет. Я говорю, что они занимаются только в той степени. Кстати, мы не уверены в том, что они не занимаются. Мы не уверены, здесь, по-моему, у вас, наверное, нет данных, свидетельствующих о том, что они не занимались предотвращениями и так далее. Я думаю, что это мы еще увидим. — Нет, но хотелось бы, в принципе, хоть какой-нибудь ответ от них услышать. — Да, получите. — Пусть они уже, да, как-то это определят. — Получите непременно, потому что отмалчиваться они не могут. Это стыдный позор. — Надеюсь, да, что после обращения депутатов еще, мы знаем, присоединились. Хоть какая-то будет реакция. — Почему вы решили? — Господин Пулгар, вы как будто сейчас, знаете, как будто не в этой стране живете и как будто вы не знаете, как у нас обстоит дело с этими самыми ответами. Вот смотрите, у меня какой вопрос по поводу того, что действия не самостоятельные. А вы знаете, прочел я сегодня один интересный комментарий. Во всем виноват господин Басеску. А знаете, почему люди считают, что он стоял за этими всеми провозглашениями, за этими декларациями? Ну, потому что он выступал совсем недавно на одном из митингов и похвалил, конечно, людей за эту инициативу. А потом сказал, знаете, почему люди, оказывается, по мнению Басеску, на такие шаги идут? Потому что они возмущены ситуацией с предоставлением ему румынского гражданства. Господин Басеску прямо связал это со своей персоной. Господин Пунти, ваш комментарий. — Во-первых, это неправда. Если вы говорите о каком-то высказывании на митинге данной позиции господина Басеску, это могло быть только в воскресенье в Неспаренах, потому что сами декларации из этих сел, если не ошибаюсь, начались 26 января. Последний визит господина Басеску был в воскресенье в Неспаренах. Я присутствовал там. — То есть он упоминал эти села? — Он не упоминал эти села. Я не знаю, откуда вы взяли. — Вообще не говорил, да? — Никто не задавал вопрос на эту тему. — И раньше он не комментировал. — Но если вы хотите его личную позицию, наверное, вам нужно спросить его. Насколько я знаю, он поддерживает инициативу людей на право иметь лучшую жизнь. — Но на право у Нири он поддерживает инициативу? — Конечно. И он прав в этом. И он пытается и нас убедить в этом. И очень много людей сейчас действительно просыпаются. Я вот рад за этих людей. Может быть, это, как вы говорите, неконституционно. Это может быть вне закона. Но я рад за этих людей, что они наконец-то начинают просыпаться. И очень много людей начинают просыпаться. Очень много людей начинают понимать, кто они на самом деле, откуда они пришли, чья кровь в них течет. Меняются поколения. И хотим мы или не хотим, хочет кто-то этого и не хочет. Но этот момент, он все ближе и ближе. Момент объединения. — То есть, если можно, я во всех теме... — Как бы вы сильно не боролись против него, это... — Каким способом? Как было сто лет назад, под пушками. — Почему под пушками? — Чай депутатов расстреляли, а других заставили проголосовать. — А вы хотите, как в 1940 году, когда у нас упал российский, вернее, не российский, а советский метеорит. И всем нашим гражданам купили билеты на поезд в Сибирь. А тем, кому не хватило билета, взяли и расстреляли на месте? Конечно не так, гражданам. — Я поняла главное. Господин Бесецку этот шаг приветствует. Поэтому косвенно это подтверждает, господин Чуря, то, что у него есть интерес к этой теме. — У него большой интерес к этой теме. Будучи еще президентом Румынии, он, наверное, был единственным президентом Румынии, который четко проводит эту линию, особенно после 2014 года. Господин Бесецку первый из президентов там открыто начал заявлять о помощи Румынии, оказанной Республике Молдова. После этого он в 2014 или 2015 объявил о так называемом третьем государственном проекте Румынии. А этот проект предполагает после вхождения Румынии в НАТО и в Евросоюз, как третий государственный проект, будучи еще президентом, он сказал, что должно произойти объединение. Он не скрывает свои намерения. И в этом смысле он, наверное, один из немногих румынских политиков, которых я приемлю и которых я с удовольствием слушаю. Потому что он не скрывает то, что у многих румынских политиков не на языке, а глубоко скрыто в уме. С этой точки зрения, с этим политиком, ну, можно иметь дело, потому что он приходит и объявляет об этом. И с этим нужно... Я еще не проснулся, как говорит господин Пынтья. Не знаю, нахожусь я в процессе пробуждения или нет, но мне кажется, что униянистская идея неприемлема для Республики Молдово. Поэтому я не согласен с господином Басецкой. Но, по крайней мере, так как он формулирует вопрос, он очень внятно и четко на это можно ответить. И по этому поводу можно дискутировать. От себя только добавлю, что вот эти все события начались ровным образом после того, как господин Басецкой объездил приличное число сел и районов Республики Молдова, как мы знаем, да? Он был даже в Кабуле. Вот. Именно, да. Понимаете? И вот многие стали… Так и остался Кабул. Так и остался. Пусть это будет Кабул, да. Неправда, он говорил, что Кабул, но если вы хотите, пускай это будет, как вы хотите. Нет, ну давайте… Это не главное в этой ситуации. Я считаю… Просто предмет, я шуток. Я понял вашу шутку, но для информации, чтобы вы просто знали… Больше ошибается. Мне кажется, это не главное в этой ситуации. Мне кажется, главное, что вот по времени эти вещи стали совпадать. Люди стали задаваться вопросом. А кто воду мутит-то, собственно говоря? А кто дает людям, нашим, не знаю, такие вот… Не просто размышления, да? Вот повод для размышлений, для мыслей, но для действий. Господин Лебединский. Вы должны понять, что, соответственно, каждый политик, он имеет свой конкретный интерес именно получить больше избирателей. Господин Мобосевский не является исключением или не является каким-то новым пионером в этой области? Он сам признавал, да, и в том числе, и на том же судебном разбирательстве, которое у нас по поводу его молдавского гражданства, их главным аргументом является то, что около 60% граждан Молдовы, которые имеют румынское гражданство, проголосовали, соответственно, за него. То есть граждане Республики Молдова, которые имеют румынское гражданство, для господина Босевского имеют один конкретный интерес, чтобы они за него проголосовали на будущих выборах в Румынии. Будь то это президентский, будь то это парламентский. И его не волнует то, что с гражданами Республики Молдова будет происходить тут у нас, в Республике Молдова. Для него это стабильный электорат, которым он просто пользуется. И для него это удобно, потому что другим сюда тяжело идти. Он сделал определенные шаги для того, чтобы больше молдаван смогли получить румынское гражданство. Соответственно, ему проще принять тот плацдарм, который на данный момент является свободным. То есть в политике есть такие понятия, как определенные круги электората. Если он не занят, почему бы его не удержать? Господин Плугару, согласны по поводу Бесецкого? Или у вас свои мысли? С моей точки зрения, это наименее компетентный и наиболее слабый румынский политик, который проводит в жизни эту идею. Мне кажется, Бухаристским каким-то странным образом, либо там не патриоты, наверное, скорее всего не патриоты у власти, они выбирают для этой политики по отношению к нам наименее компетентных. Просто, наверное, раз просто ограниченных, просто невежественных людей. Так же, как и Чуря, какое-то время тому назад я был несозревшим. Потом, когда прочитал определенное количество книжек, я созрел. Поэтому, конечно же, известно, что я категорически против этого, и не думаю, что молдаване в ближайшие десятилетия созреют. Ну, видимо, у людей есть интерес, за это платят. Дело в том, что такая политика, какую Басецку проводит, приведет к очень скорому исчезновению обоих румынских государств. Я вспоминаю мои продолжительные беседы с моим коллегой... Омолок у меня, все что? Оппонентом. Вирджилу... Нет, коллега. Вирджилу Магуряну, мой коллега, он в Сыры, я здесь. Мы долго беседовали. Я, основываясь на информации, которая была у нас в изобилии от КГБ СССР, я еще обращал ему, естественно, обращал внимание на события в Харгите, в Кавасне и прочее. Кстати, он единственный из румынских политиков, единственный из румынских политиков, который признал оккупацию, нашу оккупацию в 2018 году и высказывал по этому вопросу сожаление. Поэтому я когда вижу такого политика, как Басецку, а потом, пусть меня извинит его превосходительство Иоаннец, когда я вижу, как они объявляют оккупацию 2018 года всенародным праздником, мне становится нехорошо. Я думаю, что это клиника. Вот моя отношение к Басецку. Давайте ради справедливости скажем, что у господина Ханеса были последние мысли по поводу Нири, да? Я говорю, они объявили... Нет, он никогда, я, по крайней мере, не слышал, чтобы господин Ханес прямолинейно говорил об этом. Наоборот, как мне кажется, он дипломатично уходит. В отличие от господина Басецку, господин Ханес всегда выражается... И мы праздновали первое вековое. И оба для нас хорошие. И 24-е, да. Если можно по поводу слабого политика, по поводу 600 тысяч голосов, которые ждет господин Басецку в Румынии от наших граждан. Если, господин Плугару, вы назовете мне другого политика, более сильного, который за свою карьеру во всех своих проектах, которые участвовал, всегда выигрывал, пять раз быть министром, два раза быть избранным мэром столицы, два раза быть избранным президентом своей страны, если это слабый политик, тогда найдите пример более сильного. Не сравнивайте, не сравнивайте. Что касается... Нет, если бы вы более кратко все отвечали, да, может вы могли... Что касается... Можно ответить? Да. Значит, меня этот Басецк вообще не интересует. Он для меня не представляет никаких... Вы сказали, что он, чтобы я просто вам вас спросил, если вы были сильные. Знания, да. Я еще раз утверждаю, если кто и разрушит Румынию, если кто и приведет Румынию к распаду, то это будут политики марки Басецкого. Господин Плугар, вот вы верите, мы сейчас не говорим о тех, кто разрушит Румынию, нам бы разобраться, кто хочет разрушить Молдову. Господин Чуря, вам как политологу вопрос. А если можно по поводу... Ну, я... Мы не прекратим, да? Нет, ну, просто... Мы поняли, вы считаете Басецкого самым сильным политиком. Без дискриминации. По поводу... Без дискриминации. Господин Плугар у вас точно будет дискриминировать. По поводу тех 600 тысяч, на которых господин Басецкого протендует. Он не протендует на 600 тысяч, он протендует на все 2 миллиона, если так сказать. Вот так вот. Да, ни много, ни мало. Если вы думаете, что он еще раз за счет этих 600 тысяч, обладающих румынскими паспортами, насколько я знаю, вы тоже обладаете румынским паспортом. Паспортом не обладаю. И вы никогда... Или ваши коллеги, я знаю, в соц. партии. Здесь не важно, кто обладает. Да, вот важно, чтобы... Я уверен, что они никогда за него не проголосуют. Но, если вы думаете, что он еще метит на какой-то другой президентский пост в Румынии, и за счет этого затеял здесь игру, вы глубоко ошибаетесь. Нет, мне очень хочется, чтобы мы говорили все-таки не об игре в Румынии, да, а давайте вернемся к реалиям в Республике Молдова. Для меня, например, это кажется гораздо важнее. Господин Чуря, знаете, когда еще делаются подобные вещи, как вот эти декларации? Вы, как политолог, наверняка знаете. Когда хотят немножечко общественное мнение и узнать, и взбудоражить. Когда мы здесь можем, не знаю, при огромном желании усмотреть, может быть, желание и самой Румынии узнать. Как там, что, как вот они отреагируют на это все? Нет такого? Ну, вот такого рода, скажем, провокации для того, чтобы подогреть общественное мнение, чтобы эти... Они всегда проводились, ну, по отношению к Молдове. К этому нужно относиться, как бы, ну, господин Плугаров использовал с уважением, не то, что с уважением, но легче. Потому что эти провокации, они, ну, конечно, их нельзя игнорировать, но Молдова никогда не сможет изгнать вот эти конфронтационные точки зрения, которые касаются разных идентичностей. И унионистский подход, он может быть неконституционен, хотя это спорный вопрос, но он будет политически здесь существовать. Поэтому мы всегда должны быть готовы вот к такого рода мягких подходов Румынии. Я вам напомню, что Румыния всегда обращала большое внимание на местную власть. Она всегда финансировала проекты местных властей, иногда забывая даже о центральных властях, потому что, например, во время коммунистов... Вы имеете в виду у себя? У себя? Нет, нет, у нас, здесь. Так. Понимала, что во время вот на предправление коммунистов нечего делать, например, ну, с министрами антиунионистов. И она работала с местной властью. Были, есть проекты, есть фонды, направленные на это. И мы никогда не запрещали, в принципе, вот это мягкое воздействие Румынии, которое очень часто оказывается и полезно. Полезно для многих администраций. В дискончуре есть такое понятие мягкая сила, да. Нет, я поэтому и использую этот термин мягкая. И мягкая сила, она принимается, надо к этому подходить осторожно, избирательно, но, тем не менее, этому это нельзя заблокировать. И поэтому я как-то, вот вы сказали, что это как-то специально подогрета. Да, это все сделано, провокация, я могу использовать это слово, но она меня не страшит так сильно. Вы знаете, главное, чтобы она как бы стала известна в самой Румынии. Мне было бы, например, интересно узнать, потому что за мнение румын в отношении Молдовы тоже сильно борются. И вот что не делают, а у них всего-навсего 27%. Помните опрос последний? Сколько граждан Румынии считают необходимым? Да, 27%, господин Пынтин. 8%? Это румыны делали? Это делали сами румыны, но мы поняли, что те цифры, которые вам нравятся, это опрос правильный, а те цифры, которые вам не нравятся, это опрос нет. Что-то нравится вам, естественно. Это сейчас голословное обвинение. Господин Плугар, вы хотите что-то сказали? К счастью, к всеобщеевропейскому счастью, в Бухаресте есть и серьезные люди, которые не воспринимают серьезные такие вот эскафады, провокации, как сказал их так, потому что чисто чистые провокации. И эти пробные шарики тоже провокации. Я думаю, что в преддое время Басецку дадут по голове в Бухаресте. Нам остается надеяться на то, что мы будем иметь дело с Бухарестом, который уважает нас, уважает нашу независимость и так далее. Тем более, что ни наша независимость, ни независимость Румынии от нас не зависит, совершенно не зависит. И мы сегодня, обе страны, оба государства в таком состоянии, что не дай бог, дай бог, что мы вырвались. Поэтому я думаю, что в Бухаресте тоже есть люди, с которыми Молдова должна иметь дело. И это другая крайность. Я когда вижу людей, которые категорически против этого, я не категорически... Вы выражаете мнение? Вы только что говорили, как хорошо говорит о Молдове. Я думаю, что люди... Он не посягает, не на суверенитет говорит. То есть унирия этого... Вы выражаете мнение Бухареста, скажем так, выдавая свое личное мнение? Это совсем другое дело. Вам так кажется, что это не мнение, что официальный Бухарест никогда не... Нет, давайте я вам сейчас скажу смысл Йоханнеса. Вы не знаете, о чем вы спорите. Я вам сейчас хоть скажу цитату, и вы будете... Помогите, помогите. Да, помогаю. Я хотел ему помочь. А вы мне помогите сначала, а потом я вам, да. Вот смотрите, господин Йоханнес, он ведь о чем высказывался в конце года? Он говорил, отвечал тем, которые говорили, что ну, Республика Молдова, она вот, значит, в Европу не вступит самостоятельно, поэтому и должна помогать Румыния. Так это было. И поэтому он подверг критике этот план, он говорил, что это совершенно не так. Господин Чурин. Да. Вот вы как... Вот об этом шла речь, понимаете? Поэтому, когда вы сейчас спорите, вот имейте это в виду, что господин Йоханнес... Откажется Румыния от Бессарабии? Откажется Румыния от своей земли? Спросите, господин Йоханнес. Я думаю, что... Если он вам скажет откажется, я уйду. Я думаю, что... Хорошо, ловлю вас на слове. Но я думаю, что если бы господин Йоханнес об этом спросили, он бы сказал так, ну, мы же не можем говорить, что это наша земля. Есть ведь Республика Молдова. Если бы спросили или его спросили. Всемирно признанных государств. Вы его спросите вначале, а потом вы выражаете его мнение своими словами и своей позиции. Вот отправили письменный запрос. А вы письменный запрос в Сыргумуриш, к примеру, в Ордял. И спросите, согласны ли граждане оттуда отсоединиться от Румынии и присоединиться к Венгрии? И вам большинство, даже больше 80% скажут, что да, что они хотят этого. Но никто этим там не занимается, потому что... Это опять-таки ваше личное мнение. ...потому что есть определенные юридические нормы, которые это запрещают. Я из того, что вижу вашу манеру общения, ваших коллег, других унивинистов, да. То есть у вас принцип очень простой. Кто перекричал другого, тот и прав. То, что вас мало, но вы кричите, что вас много, да, что в Молдове 80% за унири, что в Румынии 80%... Но в Молдове 80% мы этого не говорили, это опять-таки вы говорите. Это вы говорили сегодня на этой же передаче, что каждый восьмой есть... Нет, 8 из 10. 8 из 10 является... Это важно, да. ...и являются румынами. Откуда такая статистика? Не румынам этнического... Румынского этнического происхождения. Но откуда вы берете эту статистику? Вы знаете, это... Вот вопрос очень простой. То, что кто-то кричит, да, что он хочет воссоединение, это не значит, что это является более всего народа Республики Молдова. То, что кто-то более смиренный, более адекватный, скажем так, по своей манере общения, это не значит, что у него нету своей мысли. Это не значит, что вам это кто-то позволит. Каждый гражданин Республики Молдова и каждый нормальный гражданин определенного государства, он, во-первых, будет уважать себя, и, соответственно, он будет уважать... Нет, у нас же не в этом, господа. Румыния — это пороховая бочка. Мы в этом не сомневаемся. И серьезные люди в Европе и в Бухаресте... Что касается людей, оставьте им выбор, пускай они сами сделают. Серьезно. Понимаете, что это пороховая бочка. И никто с этим шутить не будет. Я пытаюсь. Вы по очереди говорили, да? Я смотрю на этот процесс... Это такие простые вещи. Я смотрю на этот процесс, скажем так, более прагматично. Когда я разговариваю с людьми и пытаюсь их, скажем так, не то что убедить, а сказать, почему здесь менее хорошо, а там лучше. Ну, пенсии, зарплата, мы это знаем. Зато какие долги у Румы? Субвенции. А какие долги у нас? Очень большие. А мы куда идем? А при чем тут мы... Есть ли у нас сегодня государство? Скажите, пожалуйста. Если есть у нас сегодня государство, как у нас может быть государством, когда мы не контролируем свои границы? У нас на восточной границе стоит иностранная армия. Госпож, я прошу прощения, я прошу прощения, я прошу прощения. Ну, если... Мне кажется, вот это очень логичная мысль. Запомните ее, пожалуйста, и применяйте пощеще. Если надо переключать, я сделаю запросто. У меня командный голос уже много будет. Не нужно господину Пугару. Пожалуйста. Еще раз повторяю. Серьезные люди в Румынии вообще, как на уровне элиты, так и на уровне народа, никогда на это не пойдут. В обозримые помощи. То, что кто-то там пытается так, это ерунда. Потому что сразу взорвется, как правильно, венгерский иридентизм или иридентизм адьяр, я тут точно не знаю, как правильно. Сразу взорвется эта мина. Сразу взорвется болгарский аппетит и взорвутся. Сразу уйдет Румыния со сцены. Поймите это. А я вам напомню. Тем более, что Россия это никогда не позволит. О чем мы говорим? Я вам могу напомнить, как доклад Батрынча порвал парламенту и карту Великой Румынии. Вся бенгерская пресса, в том числе и русская, с того региона только аплодировала. Вы знаете, а эти кретины едут в Киев и поддерживают этих ребят. Без таких слов, господин Бугару. А именно такие слова надо. Надо вещи называть во имя. Нет, господин Бугару. Когда мне придет штраф. Когда у нас более 40 тысяч квадратных километров в составе Украины, и ты, Филат, извини, ладно, ему сейчас тяжело, и ты, президент Румынии, едешь в Киев, поддерживаешь этот режим, то я хочу спросить, ты вообще румын или кто? Вы знаете, я сейчас не переживаю. Одна треть исторической территории Молдовы. Я не переживаю о румынах, потому что у них есть свои проблемы, и мы помним, чего стоило одному политику высказывания о Венграх, да, вот все эти моменты. Я переживаю о чем? Ну, не только, но вот это было уже, по-моему, последнее, да, что мог себе человек позволить. То есть у румын есть эти проблемы, и все знают, что у румын есть проблемы с национальными меньшинствами. А меня волнуют национальные меньшинства здесь, в республике Молдова. Меня волнуют, что будут думать в украинских селах по этому поводу. Меня волнуют, чтобы они не захотели повторить это. И еще меня волнует, чтобы люди помнили 92-й год. Вы знаете, потому что Приднестровье начиналось точно так же. А сейчас все пеняют, и говорят, Приднестровье были неправы, понимаете? А ведь тоже люди начинали с малых каких-то вещей. И я считаю, лично я, да, Людмила Бельченкова, считаю, что это опаснейший председент. А украинцев у нас больше, чем у румынцев. Да, кстати, так. Спасибо, господин Пугару. Если вы хотите знать законодательство по поводу меньшинств в Румынии, наверное, самое сильное среди всех стран Европейского Союза. А вы полагаете, что законодательство для его выполнения это разнозначные вещи? Это право на обучение на своем языке, это право на традиции, это получение 70% НДС обратно в местные органы. Если бы наше меньшинство, допустим, наши ГГУЗы знали, какое там законодательство, я думаю, они первыми туда бы ушли. То есть вы против того, что наша внешняя власть начала закрывать русские школы украинские? Нет, я против того, что вы подменяли такое понятие, как само законодательство и его исполнение. Нет, если я правильно понимаю, господин Пынтьев, он против того, что нынешняя власть начала закрывать русские и украинские школы. У нас до сих пор нарушает права наших меньшинств. До прошлого года в ГГУЗе не было ни одной школы на турецком языке. Какое же вы меньшинство? Вот оказывается, именно представители этой партии перешла от ГГУЗа. Ваш родной язык это русский, но как это может быть? Какое вы меньшинство? Господин Чуря, подключайтесь, а то вы молчите, вам никто не сделает здесь поплавку. Тем более, что правительство Румынии в течение 15-20 лет постоянно предлагает эти бурсы на Румынии на турецком языке. У вас какое воинское звание? Давайте пройдем. Горос я вижу такой. Господин Кулгар, вы узнаете после. Спасибо. Господин Чуря. На самом деле, как мне сложнее вклиниваться в эту дискуссию, здесь очень четкие позиции за и против. Я все-таки считаю, что унионизм должен присутствовать на политическом поле Молдовы, вне зависимости от того, есть что написано в Конституции. Потому что есть люди, их не так много, как было сказано, но тем не менее, есть люди, которые продвигают эту точку. И к ним надо уважительно относиться. А уважительно нужно признавать их права в политическом поле. Уже как они сами будут организовываться, это мы будем анализировать. Я считаю, что не столь удачно они в последнее время действуют. Господин Чуря, как вы считаете, есть в мире вредные такие политические течения? Но они указаны, это запрещенные. Да, вот они есть существуют. Секундочку, согласно вашей логике, если их разделяет некоторая часть народа, даже самая... Я не хочу сейчас вот ярлыки какие-то, давайте сравнивать, то мне опять скажут, что я сравнила унионистов с кем-то, да? Но ведь и их идеи тоже разделяют, да? Понимаете, радикальные какие-то течения. Это что, повод для того, чтобы они присутствовали на политической сцене? Извините, но унионизм, его можно рассматривать как вполне законное движение. И есть прецедент, судилась госпожа Павличенко по поводу ее партии, и в принципе суд дал... Чей суд? Молдавский суд. Вам не кажется, что это ключевое слово? Нет, мне кажется, это было правильное решение. Вы поверили в молдавское правосудие, господин Чуря? Нельзя запрещать партию за счет того, что она продвигает унионистские... Господин Чуря, вы поверили в молдавское правосудие? Да, в данном случае я согласен, я считаю, что она политически правильная. Потому что если мы начнем запрещать унионистские партии, потом давайте будем думать, а это нигде не указано. Давайте будем запрещать пророссийские партии, потому что Россия сейчас с нами проводит не столь дружественные действия, эксперименты. Давайте и те партии, и тогда мы останемся с одной партией. А давайте мы будем сохранять партии, которые за государственность Республики Молдова. Не пророссийские, не прорумынские. А давайте мы поставим этот принцип во главе, чтобы ни одна из партий не мечтала, собственно, об одном, чтобы не стало. Государство Республики Молдова. И назовите ее, как хотите. Не дам ни одного мандата. Я лично не дам ни одного мандата. Можно я прочту, господина Чуря, другую статью Конституции Молдова? Да, человеку надо, есть право на свободу слова. Да, кстати, это было бы неплохо. Но он не на свободу действий. Да, господин Плугар? Да, помимо статьи, значит выбор. Я поняла, господин Левицинский. А так, просто не можете говорить. Конституция Республики Молдова, статья 54, 6 в 3, я опять таки на Молдовском Прыжту. Экзерситие древних и литературных не может быть супусы, альтурные рестрынгеры, альтурные привызуты для леки, которые кориспунт норме лор, унанимно реконоскуте для древнего интернационального, и сен нечесарен интересе ли секуритетей национальной, интегритетей территориальной, бонастыри экономичи, ацери, органи публики, в скобу проведения урерилором массы, инфракционер, протяжерилор, древнерилор, либертеселор, и дементеси алтор персоанной импедикарии, диволгарим форумаселор конфиденциалей, сав гарантерии авторитетичным парферсилитетей. Да, господин Левицинский, у нас осталось 5 минут, да, поэтому сегодня... Вместе Конституция Республики Молдова предусматривает, что могут быть учимлены основы прав человека, в случае, если это требует национальный интерес и целостность Республики Молдова. У нас осталось 5 минут, будет справедливо, если по минуте вам дам, сейчас, да, каждому высказаться, чтобы никто не остался обиженным. Вам только про правосудие могу сказать. Существует европейский индекс правосудия из 109 стран, как сейчас помню, Молдова, по независимости судов, стоит на 105-м месте. Вы не можете этого не знать. Мы должны сомневаться во всем. Да, но помните эти цифры, мы обязаны. Одна минута, господин Пинти. Я считаю, что в Республике Молдова нет будущего государства. С этим согласятся все. Здесь, даже если скажут, что не согласны со мной, это все прекрасно понимают. Есть определенные настроения людей, есть определенные мнения. Мы считаем, что единственный путь для того, чтобы иметь нормальные условия жизни, для того, чтобы мы действительно жили в нормальной стране, это объединиться с Румынией. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас есть президент, который ведет нас на восток. У нас есть правительство и парламент, который ведет нас на запад. Как вы думаете, где мы окажемся? Нигде. Я думаю, мы должны оказаться там, где мы есть. Поэтому и есть такие настроения. Поэтому я призываю всех сделать свой выбор. Да, и селом, пожалуйста, голосуйте и принимайте декларацию. И выбрать лучшую жизнь. А как такой еще один прагматический момент. В начале 90-х годов и мы, и Румыния, примерно были на одном и том же уровне. Сегодня Румыния 42-я экономическая сила в мире. Мы 143-я. Куда еще ниже? Я поняла вас. Господин Плугар, у меня минута. Я прошу... Во-первых, это не тема нашего обсуждения. Хорошо это или плохо. Это очень серьезный вопрос. И тут и недели не хватит. Во-вторых, я скажу коротко. Я всю жизнь руковожусь одним принципом, высказанным еще великим анахистом Кропоткиным. Моя свобода кончается там, где начинается ваша. Ребята, думайте, говорите, но не задевайте мои интересы. Считайтесь с моим интересом. С моим интересом. Поэтому, пожалуйста, имейте свое мнение. Но если ты консильер, если ты минист, ты обязан проводить официальную политику Республики Молдова. Если ты это не делаешь, а фары. И следующие, другие выбирают назначаемые тогда. Просто так. На кафедре. Пикоптерь, Лабазарь, Кадврай. И надо к этому еще раз, третий раз эту передачу, я поддерживаю. И к этому надо уважительно относиться. Но я не могу уважать, если он разрушает мою государство. Я его должен привлечь к ответственности. Просто. А как вы думаете, все-таки будет какая-то ответственность? Если можно коротко у этих людей. Должна быть. Вот такая формулировка. Я уверен, что есть разница между будет и должен быть. Я уверен, что и правительство срагирует, и все срагируют, и генеральная прокуратура. Конечно, тут же букет преступления. Я благодарю вас за мнение. Господин Чуря, во-первых, среагирует ли правительство и все остальные? Если может коротко, да, нет? Мне кажется, что нет повода реагировать жестко. Во-первых, есть процедура законная. Я считаю, что нужно применять в определенных, в случаях вот те положения о целостности, о которых шла речь. Но я совершенно не уверен, что вот те унионистские политические партии, которые у нас существуют, они как-то нарушали. Вы видели применять. Вы видели, как все обошлось господином Басеску. Все чинно, мирно, законным путем. И в принципе, еще не завершен полностью процесс, но он, в принципе, идет к своему концу. И мы видим, как можно это решать очень цивилизованно. Я бы даже сказал правильно, юридически. Несмотря на то, что вы сомневаетесь в правильности наших судов. Единственное, что успокаивает, что я не одна. Я благодарю вас. Господин Лебединский. Я считаю, что люди, которые говорят, что у Молдовы нет будущего, это ленивые трусы, которые боятся взять на себя ответственность за развитие нашей страны. У Молдовы есть будущее, и мы ее будем строить. Так коротко. Так коротко. Замечательно. Вот отвечали бы, да, весь эфир, все участники. Мы бы успели обсудить больше вопросов. Ну что, жарко у нас получилась беседа. На самом деле и тема обязывает. Но я бы хотела вернуться к тому, с чего начала. Здесь, на мой взгляд, самое важное – это прецедент. И очень важно, как на этот прецедент отреагируют те, кто должен. И плюс наши уважаемые политики, и плюс наши правители. Я здесь уже говорила о премьере, я говорила о спикере. Очень хочется узнать мнение некоторых депутатов и так далее по списку. Поэтому я думаю, что мы не раз еще будем говорить на эти очень важные темы и высказывать свои точки зрения. Спасибо, что пришли. Спасибо, что добрались до полюса. Ну а что, мне хочется сказать, что, конечно, кроме того, чтобы приходили к нам еще интересные гости, необходимо вам напомнить, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей. А сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Вас ждет эксклюзивное интервью для программы «Полюс» известного немецкого политолога Александра Рара. А затем мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек-неделя». Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая. Люди. У нас время эксклюзива. Сегодня я предлагаю интервью с известным немецким политологом Александром Раром специально для нашей программы. Он руководит работой Центра имени Бертольда Бейтса при Совете по внешней политике ФРГ. История его жизни довольно необычна. Знаменитый эксперт родился на Тайване, имеет русские корни и гражданство Германии. Его мнением интересуются лидеры государств, поскольку оно объективно отражает ситуацию. Разумеется, оно интересно и нам. Александр Глебович, спасибо, что согласились на интервью для программы «Полюс». Вы часто комментируете ситуацию в Молдове. Вот недавно сказали, что наша внешняя политика должна быть взвешенной, чтобы учитывали пожелания всего народа. А сегодня она какая? Внешнюю политику страны олицетворяют и имплементируют институты. Народ – это одно дело. Он идет на выборы, он выбирает для своих чаяников, для своих надежд определенных политиков. Сегодня в Молдове ситуация очень, я бы сказал, запутанная. Потому что, с одной стороны, старые институты, которые действуют уже сколько лет, в современной независимости, они, в принципе, заняты одной политической силой. Я имею в виду правительство, я имею в виду юридическую систему в Молдове, которая по-прежнему направлена только на сдвижение с НАТО и с Европейским Союзом. Но есть просто по объективным причинам, потому что в народе, в Молдовском, есть, в принципе, чуть больше половины людей, которые хотели бы откорректировать тот курс, который развелся в Молдове на протяжении 25 лет. Эти люди избрали на пост президента прямыми выборами Игоря Додона, который выступает за такую двухвекторную политику, ориентированную и на Европейский Союз, и на Евразийский Союз. Он не хочет повторения тех ужасов, которые мы 4 года назад наблюдали в вашей соседней стране, в Украине, где, в принципе, ситуация похожая. Восток Украины не хочет терять связи с Россией, с Евразийским Союзом. Запад Украины хочет как можно быстрее убежать в НАТО и Европейский Союз. И поэтому страна стала каким-то таким геополитическим объектом разных сил, которые ее тянут в разные стороны. И что в Украине получилось, фактически, она была на кране гражданской войны и настоящей войны. Вот эту ситуацию, мне кажется, Додон правильно хочет избежать в Молдове, и большинство людей тоже хотят избежать, и еще не поздно ее избежать. Таким образом, чтобы перестроить внешнюю политику таким образом, чтобы она была бы ориентирована. И это очень комфортно будет для Молдовы, на западных и на восточных соседей. Вот мне интересно, что думает гражданин Германии, когда слышит, что где-то в маленькой европейской стране людям не позволяют смотреть российские новости. У вас в Германии, я точно знаю, они не запрещены. Все не так просто, потому что действительно на Западе есть свобода мнения, есть демократия. Средства массовой информации, они независимы. Информацию можно подавать в любую ограничение, действует только если информация содержит какие-то призывы к насильству, или там есть следы расизма. В Германии это просто запрещено. Вот вы знаете, мне кажется, что немцы очень дорожат от своей свободы мнения, но за последние 4-5 лет у нас в Европе тоже начались серьезные изменения. Причем не в законодательной сфере, а в такой сфере менталитета внутри правящих элит, которые где-то сами слушают, или хотят слушать их, хотят тоже проповедовать только свою, сугубо свою точку зрения. И когда вот, например, российские средства массовой информации начинают на Западе представлять альтернативную точку зрения, то есть свой нарратив, то уже раздаются голоса с призывом вообще запретить все русские СМИ, всю русскую информацию, обвиняя Россию, российские элиты и российских государственных листов в пропаганде. Это очень опасный момент. Дело в том, что тут просто Запад боится, что его нарратив, который он заведомо себе приготовил на все случаи дня, на все случаи, обо всей ситуации в жизни, он дает уже сбой. Люди начинают не верить тому, что видят собственными глазами западной политики. И многим это на Западе, если это не нравится, поэтому они хотят вот свою точку зрения насильственно вот сейчас и запретами провести. Это некрасиво, это не должно быть. Я считаю, что средства массовой информации должны предоставить разную точку зрения, если они действительно не призывают к насилию. и я надеюсь, что и на Западе в этом отношении, в том числе и в Германии, и тем более вот в таких странах, как Латвия или там Польша, и вот идет полная борьба с российской точки зрения, потому что я считаю, как абсолютно чужую, как враждебную, как чистую пропагандную, которую слушать не хотят. Я надеюсь, что вот эта очень нездоровая атмосфера, в которой мы сейчас живем, она опять изменится. Мы будем слушать все вместе. Вот один момент в вашем интервью меня впечатлил особенно. Главное, что могло бы убедить приднестровскую сторону вернуться к идее объединения с Молдовой, полное исключение возможности объединения с Румынией. А вот вы сами исключаете эту возможность? Ну, хотелось бы все-таки верить, что такие решения, я говорю, все в мире возможно. И, естественно, ерунда, если тут кто-то встает и говорит, что границы нерешимы, и в Европе никогда границы не могут меняться. Они постоянно меняются. Каждое десятилетие изменения серьезно происходят, в том числе на территории Европы и других континентах. Но все это должно, конечно, идти абсолютно правовым и демократическим путем. И я, судя по тому, что вижу в Молдове, я не вижу для объединения Молдовы с Румынией той поддержки внутри молдавского населения, которая приписывает этому сценарию румынская сторона. И вот если, скажем так, если в Молдове произойдет некое такое объединение с Приднестровьем, то там, конечно, приднестровское население войдет только в состав конфедерации или федерации уже с Молдовы, только тогда, когда будет этот вариант объединения с Румынией исключен. Или, другими словами, они войдут или объединятся в главной части Молдовы с поправкой, что в случае решения молдавских граждан объединиться с Румынией, Приднестровье немедленно покидает опять государство Молдова. Александр Глебович, у нас скоро парламентские выборы. По опросам их выигрывает левая пропрезидентская партия, партия социалистов. А позволят ли США и ЕС, чтобы власть взяли те, кто за хорошее отношение с Россией? Я уже говорил, что мы, не только все яхтодоблюдатели, но другие силы в Германии, политические силы, которые следят за ситуацией в вашей стране, действительно боятся развития украинского варианта. Это будет дальнейшая катастрофа для Европы, потому что она сведет к полному провалу всю эту политику европейско-восточного соседства. Поэтому будем надеяться, что до этого не дойдет. Но я не исключаю, что американцы, как это частично делается уже, мейнстримерская пресса пытаются фактически все социал-демократические движения обвинить в том, что в какой-то бизнесе с Россией, в антизападничестве, я думаю, что такие рычаги будут впущены в ход или они будут воздействованы во время ваших парламентских выборов. Александр Глебович, большое спасибо за то, что отвечали на вопросы программы «Полюс». Вам тоже. До свидания. С мнением Александра Рара можно соглашаться или не соглашаться. Но, на мой взгляд, всегда полезно знать, что думают о Молдове политологи мирового масштаба. И, разумеется, делать выводы. Время рубрики «Человек-недели». Илья Киселев уже в студии и готов завладеть вашим вниманием. Илья, перенимай эстафету. Спасибо, Людмила. Немного терпения, и я назову этого человека. Надеемся. В суете современной жизни среди огромного количества повседневных дел и забот у нас часто не остается времени на то, что по многому определяет нас, как людей, на культуру и искусство. При этом мы не замечаем рядом с собой тех, кто ежедневно работает в этой области и, несмотря ни на что, продолжает творить и создавать прекрасное для нас с вами. Одним из таких людей является Иосиф Шац, которого на прошедшей неделе Молдавский интернациональный фонд персоналитета удостоил премии, диплома и памятной медали «Человек-года» в области театральной режиссуры за постановку спектакля «Изабыть гирострата» и «Выстрел в спину». Знакомьтесь, «Человек-неделя» на Афчан-ТВ режиссер Иосиф Шац. «Открывается занавес. Что на сцене? Как они сидят? Пожалуйста, разместите их. Здесь. Так, теперь Оля и Марьяна. Да, вот посмотрите со стороны, что делают остальные. Хорошо? Сережа, фонограмму. Русский драматический театр имени Антона Павловича Чехова – одно из самых посещаемых мест Кишинева в выходные дни. И во многом это происходит благодаря тем спектаклям, которые поставил на сцене театр режиссер Иосиф Шац, который служит в нем уже почти 30 лет. В театральных кругах Иосиф Шац известен в первую очередь как режиссер, который последовательно занимается постановкой пьес так называемого классического репертуара «Три сестры», «Вишневый сад», «Король лир». В 2001 году Иосиф Шац поставил нашумевший спектакль «Контрабас» по пьесе Патрика Зюскинда. Отличительной чертой постановок народного артиста Молдовы Иосифа Шацца является обращение к вечным вопросам, волнующим не одно поколение людей. Честь, достоинство, любовь, дружба. Деформация этих понятий под влиянием обстоятельств, искажение сути важнейших общечеловеческих принципов. Вот те вопросы, которые волнуют театрального режиссера Иосифа Шацца. Особенно актуально это в наши дни, когда обстоятельства нередко испытывают на прочность нравственные ценности человека, превращая его либо в героя, отстаивающего истину, либо в достойного сожаления индивидуума, ставшего заложником разрушительных компромиссов. Отдельно в ряду постановок Иосифа Шацца стоит спектакль «Контрабас», который представляет собой монолог маленького человека, 35-летнего контрабасиста, работающего в государственном оркестре. Это крик души человека, находящегося в состоянии депрессии, но несмотря на это, зритель испытывает симпатию по отношению к главному герою. Великолепная пьеса Патрика Зюскинда была блестяще воплощена на сцене актером Ионом Карасом в постановке Иосифа Шацца. Спектакль стал лауреатом шести международных театральных фестивалей, получил гран-при во Вроцлаве и был назван лучшим спектаклем «Контрабас» в Европе. Любите искусство, изучайте искусство и приходите в театр. Сегодня в нашей студии режиссер русского драматического театра имени Антона Павловича Чехова, народный артист Республики Молдова Иосиф Шац. Добрый день. Вы служите в русском драматическом театре имени Антона Павловича Чехова уже 30 лет. Ощущается ли разница между поколениями актеров, с которыми вы работали, и в чем она заключается, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что талантливый человек это вне времени, потому что талант – это такое качество, которое находится в постоянном развитии, и в каждом времени есть свои талантливые люди, в большей или меньшей степени. Как это определять? Сложный вопрос. Проводить какую-то такую жесткую градацию, говорить, вот раньше деревья были толще, люди высшие, таланты больше – это все такой разговор в пользу бедных. Я думаю, что каждое время называют своих героев, и с каждым из них надо работать, потому что актеры – материал, пьеса – материал, да и спектакль – это тоже материал, и возможность что-то говорить о сегодняшнем времени. Скажите, вот насколько велика та помощь, которая государство оказывает в наши дни искусству? Достаточно ли то, что государство делает для развития искусства, театра? Ну, вопрос такой абстрактный, широкий. О какой помощи говорить? О дотации, которую получает театр? Ну, я не знаю, наверное, недостаточно. Это надо спрашивать у администрации театра, которая управляет финансовыми потоками. Я знаю, что любые средства, вложенные в область культуры, искусства, они все равно возвращаются. Не сразу. Это так называемые длинные деньги. Это не получить сразу результат, но это формировать вкус, формировать, я не знаю, культуру, общий уровень. Это даже умение просто разговаривать друг с другом. Это тоже связано с искусством, культурой, и театром, и кино, живопись, музыка, все что угодно. Культура – это то, что делает человека человеком. Вот тот, кто этого не понимает, я могу только сказать одно. Половина наших проблем связана с тем, что культура на очень низком уровне. Потому что в результате этого определенного уровня полемика, в результате этого определенного уровня понимания вещей, и определенные проблемы, которые непонятно как решать. Но если человек образован, если он понимает, что такое культура, даже вот просто разговор, диалог, попробуйте повести разговор с человеком, у которого есть с этим проблемы. Вы увидите. Я не говорю о людях, которые, им трудно выговаривать речь, или у них маленький словарный запас. Я не об этом. Можно уехать в глубокую деревеньку и встретить пожилого человека, какого-нибудь дедушку. Он будет мудрее, чем столичный образованный дядька. Это не вопрос культуры. Понимаете, да? Это вопрос внутреннего состояния, это вопрос формирования, это вопрос мудрости, которая в том числе с помощью культуры. Скажите, вот вы получили премию «Человек года» за постановку спектаклей «Забыть гирострата» и «Выстрел в спину». Это уже достаточно пьесы, которые идут достаточно долгое время в театре. Я помню, что я ребенком с родителями даже еще был в театре Чехова на спектакле «Забыть гирострата». Как вы считаете, эти пьесы стали уже классическими? И что вообще делает пьесу к классическим произведениям? Есть такое понятие произведения, которое сохраняется во времени. В чем классичность или классика этого произведения? Она заключается в том, что оно востребовано времени. Возьмем Шекспира, Островского, Гоголя. Он современен в каждом времени. Вопрос только в том, как это ставить, как это озвучить. А спектакль, который вы видели, это не тот же спектакль. Это пьеса, может быть, та же, того же автора. Но она оказалась очень ко двору в сегодняшнем дне. И поэтому так остро звучит. И я слышу очень много откликов. Здесь вопрос не положительный, а отрицательный отклик. А вопрос в том, как зал реагирует на то, что происходит на сцене. Мы сегодня с вами беседуем в особенный день. Сегодня день рождения Антона Павловича Чехова, именем которого назван театр, в котором вы служите. Скажите, в театре этот день как-то отмечается? Не слышал об этом. Не о том, что день рождения, а о том, что отмечается. Как-то не слышал. То есть в театре это никак не... Ну, смотрите, я сейчас как бы не очень корректно отзываться от ситуации не могу. Почему это происходит? Это вопрос не ко мне. Должно ли это как-то отмечать? Тоже вопрос не ко мне. Могу сказать, что Чехов это один из любимых моих авторов. Я поставил, наверное, три или четыре спектакля и намерен к ним еще возвращаться к пьесам Чехова. Потому что это тоже очень современный автор. Он говорит о вещах, которые волнуют каждого человека. О любви, о дружбе, о растерянности перед временем, о непонимании, в какую сторону двигаться, чем заниматься, какое предназначение у человека. И потом у них очень глубокий такой философский замес. В них разговор такой как бы и мистический, и очень такой высокий стиль, я бы сказал. Другое дело, что, может быть, в силу уровня культуры, общеобразовательного уровня, широкой аудитории, это не та пьеса, которая пользуется большой популярностью. Тут голову надо иногда включать, тут разбышлять надо, тут внимательно слушать. Но я должен сказать, что сегодня очень большой интерес к театру. я вижу очень много новых лиц, среди них тоже молодые люди, которые пытаются что-то услышать, понять, осмыслить, ищут, наверное, какие-то ответы на свои вопросы. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию. Театр, как один из старейших видов искусства, всегда являлся той формой, которая обращалась к человеку, формировала и совершенствовала его внутренний мир. Возможно, сегодня искусство один из немногих оставшихся способов объединить наше общество, и в этом нам смогут помочь такие люди, как режиссер Иосиф Шац. Это был проект «Человек недели». Каждый понедельник в программе «Полюс» на Акчен ТВ наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять «Человека месяца», а в конце года по итогам вашего голосования «Человека года». До встречи через неделю. Если верить Шекспиру, весь мир можно считать театром, а нас, разумеется, актерами. Только вот роли мы играем разные. В подобной ситуации, на мой взгляд, тем, кому достались главные, важно не забывать, что это временно. Иногда массовка меняет не только настроение, но и расклад. К чему это я? Да к тому, что мы по-прежнему интересуемся. А что думают про политиков и их решения сами люди? Как оценивают их поступки? Разбираются ли в их истинных мотивах? Съемочная группа программы «Полюс» снова работала в центре столицы и задавала нашим гражданам один вопрос. Что они думают по поводу запрета российских информационных программ? И так говорит страна. «Основным признаком демократии может быть то, что демократия вправе справиться с тем, что у людей есть другое мнение. Потому что наше богатство, богатство нашей страны состоит в многообразии. В том, что здесь живут разные люди, у них есть разное мнение. И люди вправе сами решать то, куда они пойдут и что они хотят смотреть. И поэтому сверху это манипуляция, это манипулятивно. За этим стоят цели, за этим стоит грязь». «Основным признаком, не позитивно, не реферам. Но это у нас есть, из-за Молдова. «Основным признаком, на этот момент, и на эту действию о том, потому что в Молдове есть очень много русских жителей, и они нужны, и есть нужна, чтобы узнать стили, информации, или не только стиры, но и эмиссионы, которые происходят на канала русских. Это первое. Но, в втором случае, не видят... Иначе начинается конфликт с национами, конфликт с интересами. И не видят на это что-то нормальное. Это категория противов. Есть очень много пропаганды. И они распространены в интересах других стран. Любой человек, если он хочет услышать новости, сегодня так широко информационное пространство распределено, что он услышит то, чего он хочет. Поэтому я не вижу смысла. А вообще Россия в рейтинге монополизированных СМИ, то есть СМИ, которые принадлежат государству, чуть ли не на первых местах в мире. Так что никакой свободе слова говорить нельзя. И практически все, что связано с российскими СМИ, это чисто пропаганды. Я считаю, что это нехорошо. У нас много русскоязычных. И как, что значит запретать? Мы считаем, что это является нарушением и дискриминацией русских. Очень отрицательно, потому что это ничего не дает. Если я хочу, я тарелку поставлю себе. Или еще там найду возможность посмотреть, вычитаю где-то. А дискомфорт между странами это спровоцирует. Очень плохо. Вообще плохо отношусь, потому что в ЕС разрешаются позволенные российские новости. То есть их показывают общедоступно. То есть нет таких запретов нигде. И правительство не знает, чем занимается. Пытаются как-то и выжить население, и дезинформировать как-то население. Вы смотрели программу «Полюс» «Политика, люди, страна». Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей. А те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю. Только для того, чтобы вновь встретиться на «Полюсе». Ведь мы с вами на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин